что у вас ебальники знакомые мы раньше не встречались ощущение как будто мы видели с вами блять может обознался блять вы ж мои подписчики ёбаный в рот хули ты молчите блять вы где пропали ёбаный в рот уже месяц почти прошел блять я хую где мне вас искать вот реально три недели же три недели прошло и заебали вас нет 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 я уже заебался тут стою жду не такой хуйню заниматься не надо я вас блять больше ждать столько ли вы отпишусь нахуй реально ну хуйней вы занимаетесь на самом деле а по-другому да хуйня работает это ж типа я пропал и мы не виделись потому что я не снимал видосы столько всего изменилось пиздец видите вот это а еще паянулся целая фигмента придумала положил получит еще пар rental другое а уже проблемый как же merc guer И она взяла его, включила, блядь, назовала. Она могла меня поддержать, блядь. Ой, я включила. Да, не включить, чтобы, ну, блядь, я как долбоё потом же не выглядел. Я же с тобой же буду ходить, ёбан. Тебе же со мной жить потом. И, блядь, взяла, включила, и всё, уже, блядь, как говорится, слово, блядь, дал. Убежать не получилось. Короче, вы же помните, да, что было в прошлом ролике про двенашку? В смысле, блядь, не помните, ёбан. Я вам, блядь, напомню сейчас. В натуре не помните, ёбан в рот. Всего лишь месяцок прошёл, блядь, видите, вот, зазора нету, блядь, смотрите, видите, блядь, мизинец не заходит, не заходит. Да нахуй всё так смотрит, чё в автобус въебёшься, блядь. Вы реально забыли почему-то, блядь, она на пороге? Бля, ну вы ёбану, ты бесите меня, сука. Вот сейчас я вам напомню, в последний раз я вам напоминаю, что за хуйня было. Ещё раз такой повторится, блядь, уеби нахуй, блядь. Палка, уебуна. Ещё, кстати, я, видите, как у ёбан хожу, я ноги повредил, кто на инстаграм подписан, знает, блядь. Я чисто на носочках хожу, на пятки не могу наступать. Сними, сними. Найк оригинал. Бля, как у ёбан реально уже. Сейчас жопа грязная. Блядь. Короче, блядь, то, что было в прошлый ролик, я сейчас вам напомню, хуй с ним, то, что будет в этом ролике. Я вам покажу, как должен ездить настоящий человек, имеющий машину на пневме. Даже не то, что вот эти, блядь, ездят мне в мочи, да, вот это в морду задрал, потому что доработок нет, блядь. Или боится что-то там ударить, поцарапать снизу. Жопу опустил, потому что, ну, жопу, в принципе, не жалко, там нечего дорабатывать и бить. И вот он думает, я ебать напомню. Я вам вот в этом ролике покажу, как должен ездить тип на посадке, блядь. Прокатимся, побьёмся, подцепляем. А в конце расскажу вам про одного пиздобола, который делал мне двойные стёкла на Калину. Я думаю, вы заинтригованы. Вот, в общем, вот сейчас зайдите вот сюда, вот посмотрите, на какой секунде вы сейчас смотрите. И вот ровно с этой секунды, не перематывая, смотрите ровно до конца наху, блядь. Палка, уебу наху. В этом видосе, кстати, я въебал бампер, въебал крыло, поменял бампер, поменял крыло. В общем, блядь, смотрите, всё заебёте. А вы на канале там Юра Волков. И с вами Юра Волков. Вы на канале Юра Волков. И судя по тонированной, блядь, заниженной машине с включёнными туманками, вы поняли, бляй-бай как дебилхов, что вы на канале Юра Волков. В общем, поехали. Ну а по прошлому ролику, и все вы помните, что у меня двенашка не ложилась на порог, и я поднял пневму и запиздил к ванне в Новороссийск, где меня по дороге растонировали. Он одним взглядом заглянул, пару моментов посмотрел, аккуратно вырезал, и машина легла. А подробнее смотрите в прошлом ролике, ссылка будет в описании. Ну чё, в общем, как говорится, добро пожаловать на порог. Легла, всё, резина решает, пацаны, реально. Нахуй, никогда в жизни не покупайте, 155-65 лучше найдите. 165-55 самая охуенная резина, я вам говорю, блядь. Машина ложится, резина никуда не упирается. Вот здесь она пластик придавила, видите, вот он не шевелится. Здесь она полностью легла на пластик. Вот здесь она тоже легла на пластик, но его не придавила. Но она фактически на пороге, но что ей не даёт лечь на порог, это нужно притереть спереди рычаги, потому что когда я сейчас на ходу спустил морду, она начала тереть конкретно рычагами. А сзади пол надо ещё притереть. Там ещё есть разные выпирающие вниз детали, то есть посадка должна притираться со временем в любом случае. Вот, и когда это всё притрётся, притрётся, и она ровно ляжет на порог, то есть разом, ну, не получится. Что мы сегодня и будем делать, братцы? Садимся в машину, приподнимаем её буквально вот так вот. Чик. Вот так вот. Так, даже чуть ниже. Опа. Блядь, вот это даже чуть-чуть больше единички, короче. 1,2 примерно в морду. Блядь. Сука, восьмая трубка слишком быстро так поедет. Короче, вот в таком положении. Смотрите, мы сейчас поедем, и она едет с кайфом. Вот в таком положении, посмотрите. Морда даже чуть ниже. И буду, в принципе, ездить, притирать её. Чисто. Вот так едем. Это у меня обкатка. Все красные обкатки бывают. Кто-то мотор обкатывает, кто-то коробку обкатывает. Мне похуй. Я дно обкатываю. Это вот сейчас рычаги спереди. Тут немного волнистая дорога. И вот их надо нам притереть. Вот эти звуки, они сейчас максимально, ну, лайтовые, так сказать. Она просто притрется, и не будет этих звуков. И в таком положении она будет ничего не цеплять. Уважаемая колея. Блядь, еще хуёво, что у нас защиты нету. Большой минус. А так сейчас, смотрите, трактор на обгон возьму. Так, чип. Кайф, ебать, на посадке пацан двигается. Так, здесь сейчас у нас будет волна. И мы уебемся, смотрите. Чуть-чуть скорость сбавлю, на всякий случай. Вот это вот на посадке себя чувствуешь реально. Вот это вот другой разговор, пацаны. Не то, чтобы морду задрал, жопу там чуть-чуть приспустил. Все, пацаны, я на пневме. Парковочный посадочник, я таких называю. Вот она посадка, ебаны в рот. Яму мы пускаем посередине. Ой, что за придурок тут у нас ездит? Ужас. Вон, дети кайфуют, детям интересно. А взрослые сами себе рамки ставят. Типа, придурок, блядь, нахуй. Я псих. Это глушак. Его тоже надо притереть. Вот еду ровно, вот ровная дорога. Здесь уже ничего не тру. Можно, знаете, что сделать? Вот так нажать, морду спустить. Все, морда до конца спущена. Вот сейчас до конца спущена. А сейчас давайте жопу спустим. Блядь, что-то отвалилось. Сука. Что это, блядь, отвалилось? Нахуй. Что ты смотришь, дядя, блядь. Блядь, да что это отвалилось, сука? Блядь, ну надо было же отвалиться тебе, пидарасик. Что там? Блядь, прикиньте, это бак. Охуеть, бак в е... Ну, в смысле, не бака пробил, а бак, он на таких салазках держится. Эта салазка стерлась и вот так вниз опустилась. То есть у нас бак сейчас на одном креплении держится. Блядь, ну я хотел домой поехать, сейчас, блядь, в гараж ехать, на яму загонять, четверку выгонять. Блядь. Блядь, короче, вот здесь вот так я протер. Она вот так идет, получается, над баком. И, видимо, вот эта точка, она нижняя, походу. И, блядь, видно, как бак стерся уже, уже, блядь, он просто металлический. Камера не передает, но он просто блестящий уже. Блядь, с баком тоже надо что-то придумать. Я вообще забыл, вообще, ну, по-любому нужно защиту бака делать, как вот у меня в четырке. И будьте заебись. Здесь вот так вот, видно, помято, все подбито, Ваня, мне тут все подбил. Видно места, которыми я чаще всего цепляю. Это вот это надо стереть место, блядь. Вот это место надо стереть. Вот, здесь ванночки, в принципе, я мне подбил. Спереди вообще ничем не цепляет. Все места, обработка на месте, только вот задняя часть. Все, салазку это я поменял. Так, сейчас я опустил машину, ну, то есть пневму спустил до конца вниз, чтобы посмотреть, во что она упирается. Видею здесь, да, вот как я и думал, здесь упирается глушитель в балку. То есть та сторона должна ложиться еще ниже. Но вот этого вот глушителя ебучего, вот эта хуйня вот так упирается. Надо нахуй сейчас срезать, наверное. Как обычно, как меня Ваня учил. Вот эту хуйню срезать. И я думаю, там еще, вот тут еще место есть. То есть, да, здесь еще есть место. Именно вот эта вот хуйня мешает. Трубки в свободно ходят, то есть их там ничего не сдавливает, не передавливает. По жопе, в принципе, все понятно здесь. Здесь понятно. Здесь вот с этой нормально. Блядь, здесь трубка. А, вот тормозную трубку здесь тоже надо подогнуть. Блядь, вот там сделал, здесь забыл. Так, здесь тоже, походу, шпилька идет. Ее тоже надо убрать. Вот, видно, что балка легла на пол, да? Да, балка на полу, то есть. Да, жопа ниже не станет, пока вот эта часть балки не сотрется вот так вот. Чик посален блок, нахуй, надо ее стереть. С этой стороны, с этой стороны тоже, а нет, с этой стороны есть место. Блядь, интересно, может у меня здесь на полу шишка просто какая-то, но здесь балка лежит. То есть, блядь, на балке машина лежит. Подотрем. Короче, с баком нужно будет что-то придумывать тоже. Здорово, вот так вот надо стирать, короче, рычаги. Видно, да? Вот, и по самым болт, нахуй, надо его стереть. И все. До коробки место еще дохуя относительно, да? Вот, смотрите, насколько поднят мотор. Вот это, конечно, сосулька торчит. Но защита будет, думаю, нормально будет. Коробка прям высоко, коробка мне устраивает. Вот такие вот дела. Будем притираться. Давайте теперь отрепетируем ездовое положение машины, в котором было бы и низко, и возможно передвигаться по городу. То есть, в принципе, даже, например, вот такое положение машины, я считаю, ну, если там не выебываться, просто ездить, да, с кайфом. Вот такое положение со всеми доработками, оно прям, ну, это прям идеально, прям даже нахуй ничего цеплять не будешь. То есть, вот здесь есть такой запас порога, ну, относительно большой. Но я в таком положении ездить не хочу. Раз она едет ниже, значит, надо ехать ниже. И вот, смотрите, примерно, я сейчас выставлю вот по манометрам, морда чуть выше единицы, то есть, примерно, по манометру морда 1,7 примерно, жопа на двоечку. Сейчас подровняю, чик, вот, жопа на двоечку. Это вот такое положение, получается, морду можно еще ниже. 1,2 примерно, получается, у нас сейчас морда. То есть, чтобы вы понимали, видите, палец вот входит, и, ну, еле-еле входит палец. То есть, чтобы вы понимали, сейчас это мое ездовое положение, оно ниже даже, чем она ложилась до доработок. И, по моему мнению, все посадочники, ну, у кого стоит пневма, должны ездить плюс-минус в таком положении. Либо, которое я первый раз показал, просто, просто все, блин, почему-то ездят высоко. Ну, ну, неинтересно, вы же даже вкус посадки не чувствуете. Чик, вот, трогаемся. Камушки, просто большие камушки, так. Ну, они маленькие, конечно, но для нас они большие. Запомните, всегда, когда на дороге видите камень, желательно лучше его объехать, потому что вы его под балкой у себя где-нибудь оставите, и он будет с вами шкрестись все время. Так, здесь аккуратненько так, чик-чик-чик. Справа здесь у меня, походу, порог отсладывается уже потихоньку. И поэтому справа здесь, ну, звук пластика, то есть ничего страшного там не цепляется. Вот, едем в этом положении, вот, с кайфом все. Вот, в этом положении полный выворот. Вот, смотрите, я сейчас специально полностью выверну. Чик-чик-чик, машина кренится, правые пороги бьют. Вот, полный выворот, ничего не трет, ничего не цепляет. Чик, пошел. Максимально редко надо употреблять кнопки подъема, потому что, ну, блядь, ну, ты же на посадке. Только в крайних случаях, вот, я в таком положении, только у меня резина чуть была жирнее, естественно, клиренс был чуть выше, конечно, сейчас я тоже испробую. Вот, на этих колесах я первый раз сейчас еду в город. Я не поднимал ее ни на железнодорожных переездах, ни на рельсах, нигде не поднимал. Принципиально просто вот, ну, мне так нравится, мне нравится цеплять порогами, цеплять всем. То есть, ну, блядь, для этого и делается занижение машины, чтобы ты ехал низко. А когда ты едешь низко, ты в любом случае будешь цеплять. В моем районе, где я, ну, я здесь постоянно езжу, здесь дороги охуительные, да, сами видите. Вот я в этом нижнем положении, казалось бы, она вообще в таком положении не поедет, как это возможно. Она едет, даже не цепляет, то есть здесь присутствуют небольшие бугорки. Сейчас, конечно, будет хуже дорога, вот такая, например. Но это охуительно, это просто притирается машина, и в следующий раз, вот ты пять раз здесь проедешь в таком положении, и на шестой раз она уже притрется, она уже не будет так бить и цеплять. Вот такая логика, это принцип заниженной машины. Ты должен ездить в притирочку, притирать машину, блядь, тогда ты будешь настоящим трушником, нахуй. Блядь, там стоят мусора, надо спрятаться за вестой. Как-нибудь вот так. Блядь, ну быстрее, пожалуйста. О. Блядь, меня вроде не заметили, заебись. Бик, ловим на себе недовольные взгляды, вот, блядь, чисто его, блядь, долбая, посадим. Хотя, не, может, у него просто лицо такое серьезное, может быть, он, наоборот, в кайфе. Но много людей, которые смотрят, типа, блядь, долбоем, сука, вот долбоем. Так, вот сейчас будет ЖД переезд такой, он лайтовый, но надо, видимо, медленно походу проезжать. Хотя, вот, чик-чик, блядь, вообще похуй, блядь, чисто пластиком зацепил. Так, люк мы объезжаем аккуратненько. Сейчас еду на дорогу, которая немножко сейчас будет волнистая, чтобы посмотреть, как мы там проедем. Пневма мягкая, в принципе, даже в этом положении, прям, мне ее нравится жестко, ну, относительно занижению. Она относительно мягкая. Вообще, смотрите, ничего не цепляем, здесь рельефная дорога. Блядь. Я всегда, когда здесь ехал, думаю, ебать, хоть бы сюда на четырьки не попасть. Ой, здравствуйте, сглазил. Просто многие путают, они боятся вот этого звука, думают, если они цепляют, то они что-то отрывают, ломают. Блядь, ничего не ломайте, ничего не отрезайте, я вам говорю. Ничего не отрывайте, я вам говорю, блядь, на серьезе. Блядь, похуй, не бойтесь, блядь, не бойтесь. Просто дорабатывайте детали, которые вы могли бы отъебнуть, такие как коробка. Здравствуйте. Такие как коробка, такие как поддон, и все. И желательно бак, блядь, вот я что-то, блядь, только сейчас про бак вспомнил, почему-то мы бак не доработали. Бак доработать надо. Либо подстучать, но я вчера молотком его попиздил, но я мало его попиздил. Либо защиту ставит, либо всю хуйню. И все, вы это все сделали, вот эти трения ничего вообще вам не дадут, блядь, вот я вам серьезно говорю. Еще я вам скажу то, что машины, которые постоянно цепляют, на них нахуй нет ржавчины, потому что, на дне конкретно, потому что они постоянно, постоянно счищают, блядь, каждый слой потихоньку, потихоньку. И там всегда голый металл, но он никогда нахуй не ржавеет. Как только вы перестанете цеплять, да, вот вы нацепляли, нацепляли, и перестаете цеплять, сразу же ваш металл начинает ржаветь. Блядь, постоянно, если в низах ездить, нихуя у вас не будет ржавчины просто, но периодически, конечно, тоже обрабатывать желательно. С сальцом, как я люблю, вот этим пушечным салом, блядь. Лучше него, нахуй, еще никогда ничего не встречал, никогда ничего не видел. Я хочу, чтобы все так ездили, чтобы вернулась эта хуйня, блядь. Мусоров вы боитесь, что вы их боитесь, ну, блядь, что, вас убьют, нет, вас отпиздят, нет, вас в тюрьму посадят, блядь, нет, ну, блядь, что, вот что может быть хуже вот этих вещей, скажите, что. Максимум, блядь, вам выпишут там хуй, 12.5.1, придется чуть-чуть поебаться, поднять машину, потом снова опустить машину, но это все хуйня, это все всегда переживают. В любом, о, рельсы, а я куда еду, я вообще не знаю, куда еду, поехали прямо, я прямо ни разу не могу, ой, ой, блядь, а тут, по-моему, какой-то рынок или что это хуйня, я тут ни разу не был, блядь, что у вас тут происходит, уважаемые, что, блядь, палатки нельзя по сторонам, посажу, посередине все поставили, нихуя себе, собака, блядь, собака, сейчас под этим, блядь, забыл слова уже, бьёбаный в рот. Ебать ты встал, а тетя, блядь, парковочное место, что ли? Оба, вот эти взгляды, вот эти постоянные взгляды, вы, блядь, вы в верхнем положении, блядь, таких взглядов не наловитесь никогда, я не знаю, зачем я сюда приехал, блядь, тут какой-то тупик. Еще знаете, что вы можете, вот так закрыть стекла, вот так, и вот, чтобы все охуели, вот так взять, вот так, это без наработок вы так не сделаете, вот так, чисто взять, вот так. Все смотрят только на тебя, и думают, что ты долбаек, но так и есть, здравствуйте. Чик поднял, все, ебать, вы, блядь, без наработок так сможете сделать, хуй вы так сделаете. Сколько можно вас мотивировать, чтобы вы, блядь, приложили руки и начали заниматься, ну, блядь, вам же нравится, вот, ну, я не говорю за тех, кому это нахуй не надо, я им говорю, типа, посади машину, нахуй мне это надо, нет. Блядь, большинству же нравится, вы же на меня за этому и подписаны, поэтому, ну, вы же так же можете, ну, ебаный в рот, хуй с ним статика, непрактично, там вся хуйня, это там единицы, да, кто может себе такую хуйню позволить. Блядь, пневму поставьте, блядь, да работайте, пневму, ездите в низах, блядь, давайте вернем всю эту хуйню, блядь, вот так возьмем, нахуй, на нахуй, вот так, блядь, оба перекресток, люк, ебаный в рот. Кайф, ну, кайф же, блядь, блядь, ну, скажу вам честно, с таким темным лбом, то есть у меня лоб пятерка, с таким темным лбом тяжелее ездить на посадке, потому что, ебаный, потому что ты не видишь вот эти люки, ты люки видишь, но не видишь, выпирает он или провалены, то есть и бугры плохо видно, ну, честно, плохо читаются бугры и нахуй надо лоб пятеркой клеить. Машины в хлам сажайте, но лоб пятеркой нахуй не клеить. Здравствуйте. Зачем ты его подрезал, рассказывай, блядь. Мужик, рассказывай, зачем ты, блядь, его подрезал. Зачем он тебя подрезал? Хуй его знает. Блядь, вот не вижу бугры эти ебаные и все. Ну, вижу, ну, блядь, поздно, когда уже бьюсь. Ой, нам налево. Ха-ха, здравствуйте, я вовремя. О, ебать, что за рельса? Ебать. Ху-ху-ху-ху. Бля, что за звук? Бабу, ебать. Ебать. Э, успокойтесь, блядь. Сука, ненавижу, вот, тоже страшная хуйня, когда на дороге лежат, ну, на асфальте, бетон, кто-то бетон, ну, бетономешалка разольет, и такие бетонные пятна, они такие острые, там, из них камни торчат. В Краснодаре тут ровные рельсы, вот так, чик-чик-чик, по хуйне, вообще по хуйне. Ой. Есть у тебя настроение, да, с кайфом прокатиться, подцеплять? Блядь, вот, едешь, вот, спустил машину до нужного, ты ее и притираешь, и сам кайфуешь, так, ездишь, привлекаешь внимание, тоже самое. Едешь, блядь, вот, реально на посадке. Тут чуть-чуть нет у тебя настроения, да, ну, ну, просто хочется ехать, блядь, вот, ну, на пару, на пару сантиметров, да, выше приподнял, все, ты, как бы, и в низах тоже. Сюхи, фонки, какие часы ебался, сильно, хуя себе, хуяк, и все, и ты можешь ехать себе спокойно. Вот я, ну, не хочу поднимать сейчас машину, потому что я, бля, я статист в душе, пацаны Я, бля, только в крайнем случае я поднимаю Ну, я сейчас поебать А, нет, нормально Все думают, я долбоеб, я статист, бля Я просто смысла немножко не понимаю в том плане, что Бензином воняет Бля, бензином воняет Я этот бак рот ебал, если я его пробил, сука Опять же, я же уже говорил, то есть я смысла ездить в верхах не понимаю Потому что если ты, ну, в определенном положении тебе нравится ездить Сделай такую статику и езди в верхах, ну, все время, то есть в определенной посадке Если ты на пневме, то езди в низах Бля, почему-то я чувствую запах бензина Давайте сейчас остановимся где-нибудь Например, вот здесь Аккуратненько, ровное место Да, очень ровное Ой, ой, ой Так, посмотрим, есть ли за нами след Следа за нами нет Трубки мы пробить не могли Значит, все нормально Так, давайте, знаете, как еще Отъедем сейчас назад И посмотрим, если под нами какое-то пятно есть Значит, это наше пятно И все плохо Не, никакого пятна нету Просто еще такой момент У меня один раз из этих трубок в салон потек бензин Потому что я плохо затянул Ух, ебачу за рельса Здравствуй, рельса Давай представим, что мы на статике Ебать, рельса Пошел Опа, опа, опа Чик-чик-чик Переползли аккуратненько Здрасте, я машину притираю Не обращайте внимания Все, пошел Вот это квест Вот вы так живете Чтоб каждый так жил Я там в рот ебал Не именно там машину бил Там и так далее Для кого-то это, конечно, не кайф Но я имею в виду по эмоциям Я кайфую сейчас И вот живите так же с кайфом В своем кайфе Нравится вам другая хуйня Делайте другую хуйню Чтоб вы так же, сука, кайфовали Как я сейчас кайфую От того, что я вот так низко еду И все, ебашусь Чик-чик-чик-чик-чик-чик Здравствуйте Оху-ху-ху, блядь Оху-ху-ху, блядь Оху-ху-ху-ху-ху Оху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху Блядь, тетики стояли на зеленом Некрасно загорелся Пошли Здравствуйте, как вам моя машина? Так, поворачиваем Главное не нарваться на гаишников Я его все Я вот честно, я даже не знаю, где я сейчас Я еще не выучил ни хуя город Мне очень сильно жарко Вы бы мою ебало сейчас видели Я весь истекаю потом Потому что представьте, я в ебучую жару еду с закрытыми стеклами На черной машине Вот реально я, блядь, знакомые улицы, но я пока не пойму, где я Надеюсь, я в ту сторону еду, хуево Я вроде недалеко уехал Что-то я не узнаю, ни хуя райончик Ой, ни хуя, это что там, ничего не... А, ебать, бугор Так Какой-то перекресток Где я, блядь, где знаки? Так, Московская Московская, блядь, это я слышал, Московская Улица Российская Блядь, я почти узнал, где я, сука, скажите мне Блядь, я тут был, товорот А, а, нам надо дальше развернуться и поехать туда Все, я понял Так, тут вроде рельсы, да, у нас сейчас будут Так, сейчас мы аккуратненько преодолеем рельсы Чик, ой, блядь, ебаный в рот Что за хуйня? Здравствуйте, я долбоеб Так, блядь, таксист, ты нахуй Ой, блядь, камера Что-то бенза у нас, по-моему, меньше становится По-моему, что-то с ним происходит По-моему, он куда-то не по понятиям у нас Не по патрубкам пошел, блядь Ну, блядь, пока машина едет, значит, надо ехать Вот еще одно такое правило Которому я придерживаюсь на посадке Пока машина едет, нахуй не смотрите Вот уебались вы сильно, да, вот, например, вот, как я сейчас еду Хуяк-папах, сильно непредвиденный удар И ты даже не понял, чем ты ударился Бывает такое Нахуй не выходите из машины Вот пока ваша машина едет, не выходите Потому что там что-то может на сопельке держаться Да, вы там что-то ударите, что-то на сопельке держаться Вы это увидите, испугаетесь И все, сами себе на ровном месте проблему сделаете То есть все, вы не захотите куда-то ехать Или будете ехать переживать Будете ехать аккуратно, нервничать и так далее Я по своему опыту скажу, что эта сопелька может держаться всю жизнь Эта сопелька может держаться крепче всего остального, что крепко держится А вы, ну, то есть и машина будет ездить То есть и ездила бы А вы это увидите и уже будете бояться, блядь Поэтому вот, ну, у вас должна гореть лампочка бензина, ой, блядь, у вас должна работать лампочка давления масла, то есть, если она загорелась, вы проебали поддон, тогда уже все, конечно, пока она не горит, нахуй, едьте, блядь, вообще никуда не заглядывайте никогда в жизни, ну, иногда так чисто можно, конечно. Так что вот такая вот жизнь на посадке. Вот вчера я здесь ехал, я ехал в таком же положении и еще на жирной резине, я здесь цеплял, вот сейчас люки вы видели, я здесь цеплял эти же самые люки, сейчас я наехал в эти люки, я рычагом их не зацепил, хотя езжу в таком же, а, вот сейчас зацепил, хотя езжу в таком же положении, еще резина у меня ниже, блядь, как все смотрят, как я вас люблю, смотрите на меня, да, это я, блядь, на посадке, толпояп. То есть я за один день машину уже немножечко притер, то есть те же самые рычаги, и уже цепляюсь как бы меньше. О, давайте здесь попробуем переехать. Хочу здесь перееду, бля, не перееду, наверное, ебать. Блядь, я завис. Блядь, завис. Ладно, вот сейчас я пневму поднял. Хуй с ним здесь. Я бы проехал, то ворот ебал, я просто думал, надо ходом такие моменты проезжать. Я просто думал, он, блядь, едет, он взял, остановился. И если бы я ходом ебашил, я бы проехал. А сейчас я остановился, и она в воздухе зависла. И вот поэтому пришлось поднять пневму, потому что сзади меня машина была. Не хотел дискомфорт создавать. Так, давайте еще раз. Мне похуй, я не... Вот смотрите, я спускаю до того же момента, как она и была. То есть полторашечка. Давайте сейчас повторим эксперимент. Вот, смотрите, положение машины, то есть, ну, блядь, достаточно низко. У некоторых пневма даже так просто не ложится. И вот в таком положении сейчас будем проезжать то, чего я всегда боялся. То есть я всегда хотел на четырке так проэкспериментировать. Но экспериментируя на четырке, я в случае того, если застряну, я не смогу поднять машину. Ну, то есть я застряну на рельсах, реально. Вот, а сейчас давайте попробуем на пневме, чтобы у нас был шанс поднять машину. Так, вот он, трамвайка. Сейчас пропускаем трамвай, сзади вроде трамвая нету. Так, блядь, рельса острая, ну похуй. Ради эксперимента. Пошел. На нахуй, здесь очень большой пуговар. Так, останавливаемся, машин нету, газ в пол нахуй. Проехали нахуй, мне похуй. Ебал я вашу, блядь, пневму. Я бы на четырке тем более проехал, потому что четырка у меня более прибитая уже. Проехал, здесь тоже был большой бугор. Я не знаю, камера передает вам или нет, но здесь рельсы вот в таком положении стоят. То есть они на большой высоте. А я в таком положении, в котором многие думают, казалось бы, вообще передвигаться нельзя в принципе, блядь, даже по ровной дороге. А я преодолел вот такую вот хуйню страшную. Сейчас я еще раз ее преодолею, мне похуй. Это вот песня прям про меня. Это моя игра, ебаный в рот, блядь. Потерялись. Я сейчас ниже нахуй ее опущу еще, блядь. Чик морда на единичку, пошел, блядь. Все, она практически на порогах, нахуй. Сейчас все будет, блядь. Так, я хочу сейчас остановиться, пропустить машины, чтобы сзади не было машин, чтобы они меня не бесили все. Так, возвращаемся обратно к переезду. Я не знаю, передает вам или нет, это не самый страшный переезд. На самом деле здесь ровный асфальт, то есть новый, ну и ровный. Вот я еду, цепля, слышите? Блядь, трамвайка едет. Так, трамвайка, давай мы тебя пропустим. Бля, не знаю, я сейчас посмотрю, передается вам. Не, вам кажется, хуйня, да? Но он острый. Он не настолько высокий, насколько острый. Так, там нет трамвайки, спереди вроде тоже нет. Так. Блядь, пожалуйста, ничего не оторвись. Пошел. Ебать. Скорость выскочила. Здравствуйте. Все, я проехал, мне похуй. Я просто рычагом обострое уебался. Все, блядь, преодолимо, нахуй. Просто скорость выскочила. Она такое бывает, когда бьешься. Ну, это нормальная хуйня, у меня часто такое бывает. Так, все, новых звуков не появилось. Сзади ничего не течет. Это не мусора? Блядь, заебали Шкоды покупать, блядь. Лампочка не загорелась, температура на месте. Все на месте, работает ровно. Лишних вибраций не появилось. Все, это преодолимо, нахуй. Вот подумать бы, представить, сейчас я остановлюсь, на такой посадке преодолеть такую хуйню. Даже я бы, честно говоря, не поверил бы, если бы мне кто-то сказал, типа, я вот здесь проезжал, я бы сказал, да не пизди, хоть ты там не проезжал, блядь. Блядь, давайте направо поедем. Вот я вам сейчас покажу положение, в каком положении мы были. Вот же оно, вот, посмотрите. Блядь, морда вообще в хламах, сюда палец не помещается. Вот в таком положении мы сейчас проезжали этот хуйня. Здесь палец помещается, оно на 4, походу, стоит тоже. Вот. Чик-чик. Вот общее положение. Салам. И вот в таком положении, ей похуй. Я вам говорю, ей похуй. Главное уметь рулить, ёбан в рот, блядь. Поэтому, нахуй, не бойтесь. Бензина побахивает. Блядь, сейчас, короче, ехал всю дорогу вот в таком положении. Ну, то есть тоже в низком, да, вот смотрите. Правая сторона вообще здесь лежит. Зад чуть выше. Сейчас выхожу, просто хотел сфоткать машину, блядь. А номера висят, сука. Магнитные рамки поставил, а не от ударов, походу, то, что я, пиздец, как сильно мордой бился. От удара аж номера проебались. Странно, на четырке такого не было. Задний на месте. Ну и заебись. Ну и давайте подытожим, в общем. Честно могу вам теперь сказать, то, что вот такую пневму я бы мог воспринимать. Ну, я лично свое мнение говорю. Потому что она позволяет положить машину на порог. Ну, то есть я имею в виду доработки. То есть пневму с доработками, чтобы ты мог ездить, мог положить машину и на порог, и мог ездить в низах. Такую посадку я воспринимаю. И, честно говоря, мне даже понравилось. И будь у меня одна единственная машина, на которой я хотел бы ездить на порогах, я бы непосредственно, я думаю, я бы поставил пневму. И я бы двигался в таком положении. Но когда мне надо кого-то куда-то отвезти, там, я бы ее, естественно, приподнимал бы. Вот чисто на пластике. Сучка. А без доработок, я считаю, ну, хуйня полная. Мне не понравилось. То есть я ездил до, да, без доработок. Хуйня. Только единственное, чуть-чуть жестче бы сделать подвеску. То есть, я не знаю, стойки. От стойка-то зависит или от подушек, хуй его знает. Но чуть-чуть жестче бы сделать. И было бы вообще идеально. Потому что, когда ты ездишь в нижнем положении, она все равно начинает амортизировать слишком сильно. То есть мягкая подвеска, она начинает слишком сильно амортизировать. И когда ты какие-то волны проезжаешь, она от того, что вот так начинает качаться, она, естественно, ну, от качки начинает биться. То есть ты бьешься намного сильнее, а на жесткой подвеске она чик-чик-чик, хуяк на место встала и как бы не прыгает, так сказать. На посадке надо ездить на более жесткой подвеске, чем на ней. Если вы хотите себе так же, я ссылку на Ваню оставлю в описании. Сделает вам любые доработки. Захотите по 20-е колеса на порогах, захотите вот так, по лайту, посильнее, послабее. В общем, любые доработки вам Ваня сделает, поэтому залетайте в описании обязательно. Блять, на меня так мужик смотрит, пиздец, сзади вышел и смотрит на меня, и как долбел, и сам с собой разговаривает. Ну, мне похуй, я тренируюсь, не стесняться людей, пошли не нахуй. А ну, давайте в таком положении поедем, то есть она сейчас полностью в нуля спущена, и вот сейчас тронемся. Едет, сучка, прикиньте. Ну вот и пришло время познакомить вас с обратной стороны занижения. У меня случились те моменты, за которые все всегда говорят, вот, убьешь машину, блять, посадка убивает, вся хуйня. Ну, в общем, то, чего все всегда боятся. Первое, что у меня случилось, это еще случилось в Новороссийске. Вот, видите, замяло, короче, вот эту вот хуйню ванночкой, или как она правильно называется, в общем, видно, да, вот, ее вот так замяло, потому что сюда пришелся удар. Был такой выпирающий водосток, и я решил не приподнимать машину и проехать, как есть, да, внизах там. А там такая хуйня, планка такая торчала, сука, железная, и как назло в нее перлась, короче, ну, и ударилась об нее, машина, что ж, чику, так остановилась. Ну, и, короче, загнула эту хуйню, но это мелочь, это, во-первых, внизу, а, во-вторых, на этих машинах при занижении этого стоит ожидать, потому что, да, на приорах здесь бампер, он въебался, ты не въебался, здесь просто тебе либо бампер слетел, либо пластик откололся, ну, то есть это бампер, это не железо. На десятках, на двенашках чуть-чуть непредусмотренная хуйня для посадки. И, в общем, следующий момент, который произошел, и он, знаете, какой, он и грустный для меня, и радостный, то есть я и рад, что так случилось, и, ну, и не хотел, чтобы так случилось, это я въебал, короче, переднее правое крыло. Вот, видите, вот такие вот удары на нем, оно помято изнутри наружу, то есть спросите меня, как ты так сделал, я вам скажу, блядь, я в душе не ебу, как так получилось, честно. Я этого даже не заметил, я просто проходил во дворе мимо своей машины, увидел въебанное крыло, ебать, как разозлился, подумал, какой-то гандон, блядь, въебал мое крыло во дворе, а потом подхожу, смотрю, а оно въебанное изнутри наружу, я такой, блядь, это как нахуй? Ну и по логике я понял, что это я, когда дрифтил, так сказать, в низах, сейчас видос прикреплю. Волков, что за ебанат? Это пиздец. Сука, еда из-за дворца. А ты что, не знал, что Юра ебнутный? Охуе. Юра, пацаны не знали, что ты ебнутый. Ты что, не полы, а ты сейчас в бордюр уйдешь? Нихуя себе, скажи, ты в бордюр уйдешь? Я такие бордюры видал, наблюдал каждый день. Не, ну ты так хорошо там дал, за гранью фантастики, нахуй. Ебать, двин, нормально так под хвоста получается. Юра Шумахер. Вот, я все это делал в самом нижнем положении, то есть, и я аж колеса выкручивал, и изнутри они вот там в крыло врезаются. И я не знаю, как так, видите, острые, очень острые удары, то есть колесо, оно же мягкое, если бы оно, это все было просто от колеса, оно бы вот так ударилось бы вот сюда, и как бы даже если бы помяло, просто была бы вмятина округлая такая, которую можно было бы, даже краска бы не повредилась. Вот здесь тоже какая-то вмятина откуда-то взялась. Я думаю, что какой-то либо камушек, либо что-то туда попало вовнутрь под крыло, и одновременно колесо туда ударило, я не знаю, при вывороте, или как-то я там попрыгал же, подпрыгивал. Но вот смотрите, раз вмятина, два вмятина, и вот здесь третья вмятина, я не знаю, откуда она тут взялась, блядь. Ну и, а, вот еще вот здесь вмятина. Я не знаю, откуда они там взялись, как будто изнутри, блядь, расстрелялись пулеметы. И вы спросите, ну и что ж в этом хорошего? Хорошего это в том, что это крыло, во-первых, оно уебанское изначально, крыло само по себе было кривое. То есть я немножко при покупке перепутал и купил вот это крыло, то есть надо было завод брать. Я купил эту хуйню, во-первых. Во-вторых, когда я загинал кромку арки, из-за того, что это крыло уебанского качества, вот смотрите, здесь я кромку загнул нормально, то есть внутри, здесь оно не помялось. Ну маленькая волна есть на крыле одна, вот. А вот здесь, из-за того, что металл походу слишком тонкий, я не знаю, я делал все точно так же, как на том крыле. Я очень, ну я помял кромку крыла, и это очень сильно было видно, то есть видно, да, вот оно помятое, все видно, как я плоскогубцами долбоеб тут гнул. Вот, то есть это крыло мне не жалко, потому что я, наоборот, даже рад, что это случилось, потому что есть повод его поменять. Следующее потом, что произошло, я ехал с горячего ключа, решил, естественно, разогнаться, блядь, пару соток. Ну, в принципе, а цены так и делают, когда в баке у него бензин на пару соток, нам нужно обязательно разогнаться пару соток, блядь, километров в час. Вот, и вот эта хуйня давно у меня вот так болтыхалась, видно, тут я и на герметик мне ее делали, и двойным скотчем проебывали, и она все равно вот так болталась, и она как парусу так встала, и отломалась нахуй на две части у меня. Ну, и, естественно, конечно же, что больше всего бросается в глаза, что у нас случилось, это у нас нет бампера, блядь. Было бы понятно, если бы он отъебнул, когда я там ехал внизах, переезжал бы рельсы внизах, переезжал бы лежак внизах, там что-то, ну, что-то делал бы внизах, да, в нижнем положении пневмы, хуяк, я его уебал и его оторвал, это было бы логично и понятно. Но он у меня отъебнул в верхнем положении, я просто выезжал с гаража, сейчас я видео прикреплю. Я просто самый везучий человек на свете, выезжал с гаража, посмотрите, вот просто, посмотрите, в каком положении я выезжаю с гаража на этой машине, да, вот, ну, видно, вот, ну, сантиметры вот эти видно, да, и посмотрите, вот как я выезжал на двенашке с гаража, посмотрите, вот, блядь, ну, у меня сюда рука залазит просто огромнейшее место, и угадайте, что случилось, блядь. Я его рот ебал, ты чё ебанутая, джип ебанный, ты дура, блядь, сука, блядь, ебнутая, я вам говорю, ты ебанутая, ты, блядь, на пневме высокая, нахуй ты сломалась, просто въебался бампер вот сюда и нахуй упал, всё, блядь, нахуй эти пневмы, блядь, всё, вот ты, блядь, на ней едешь, ты знаешь, что ты по-любому низко, здесь хуй пойми, как ты едешь, блядь, просто с гаража выехал, отебнул бампер, вот нахуй он такой нужен, блядь, но, к счастью, бампер целый, с ним ничего не случилось, он просто оторвался, и мы легко поставим его на место, но по поводу всего остального, вот, я купил уже новое крыло, купил его, наконец-таки, заводское, блядь, не чёрное вот это уебанское, вот это нормальное крыло, ну, как говорят, заводское, я не знаю, наверное, они тоже бывают уебанские, но мне пока не попадали, надеюсь, короче, будет нормальное, и также купил на разборке вот этот пластик, вот сюда вот так вот, чик, и сейчас это всё отвезёт на покраску, нам это всё покрасим, и наша двенашка снова перестанет быть бродягой и станет аккуратной, красивой, идеальной, чёрной, тонированной двенашкой, на самом деле, даже было кайф кататься вот так без бампера, блядь, с отбитым крылом, вот как-то, на самом деле, есть такая тема, когда ты, ну, стараешься, да, в идеал, внешне так собирать машину, то есть, да, чтобы она была такая идеальная, красивая, всё новенькая, ни на чём не экономишь, иногда надоедает так ездить, и, блядь, хочется просто взять вот так, снять фару, снять бампер, въебать крыло, и чисто на бродяге, как ебанат, блядь, вот ты знаешь, что она у тебя целая, нормальная, блядь, ты заменишь всего лишь пару мелочей, и она станет обратно такая же красивая, но иногда хочется сделать вид бродяги, блядь, и как ебанат просто ездить, чтобы она выглядела, вот она по-дурному выглядит, вот согласитесь, без бампера, тонированная чёрная двенашка, блядь, была пона ещё на штампах. Ну вот, для тех, кто считал хуйнёй притирание машины, вот смотрите морду, вот морду в ноль спустил, видите, морда в нулях, жопа немножко приподнята, еду, блядь, не цепляю, видите, вот, она в прошлый раз упиралась в рычаги, сейчас же, вот, полностью в нулях морда по ровной дороге не цепляет вообще, потому что рычаги притёрлись, и она теперь, блядь, притёрлась, то есть, теперь можно ещё ниже ездить, вот для этого нужно притирать. Лысый переход, чё я хотел сказать, сейчас, возможно, кто-то скажет, что я пиздобол, речь сейчас пойдёт о салоне двенашки, а конкретно о руле, изначально я сказал, что хочу классический салон двенашки, то есть, ну вот, как сейчас он есть, единственное, у меня руль утолщённый стоит, а так вот, всё, не хочу ни европанель, ни приоропанель, ничего такого, но, первое, что я изменил, это мне пришлось поменять карты, поставить еврокарты, больше я ничего не хотел переделывать, но, сука, сейчас я остановлюсь, посмотрите на этот руль, он, в принципе, выглядит красиво, он удобный, реально такой, толстый, и я вообще не планировал выменять, ну, просто посмотрите на вот эту вот хуйню сейчас. Ёб твою мать, красотища какая-то... Сука, ну он же охуительный, ну, это тот руль, о котором я всегда мечтал поставить на четырку, и я поставил его на четырку, но, чтобы мне поставить его на четырку, мне пришлось поставить электроусилитель руля, кожух приоровский, на десятое семейство, на Самары, тем более на Жигули, чтобы поставить приоровский руль, нужно либо электроусилитель ставить приоровский, либо там карданчики менять, ну, то есть, нужно что-то переделывать, и это очень как-то заебисто, если честно, особенно, если ты, блядь, не шаришь в этой хуйне, хочется просто снять и поставить. И, блядь, сегодня, 21 век, настало то самое время, когда можно просто снять обычный руль заводской и поставить приоровский без каких-либо переделок. И у меня сейчас тот самый руль, он анатомический, с черной строчкой, с черной этой, блядь, улыбкой, или как она называется, с черным значком, который я сюда приклею, с раллийной, вот это, с раллийной, блядь, с раллийной, блядь, полосочкой, вот этой красненькой, вот, и он уже подходит на Самары, Десят и Жигули без переделок. Так, сейчас попробуем, просто снимаем старый, ой, ёптую мать, встал, всё, встал, ёпаный в рот, ой, ёптую, да иди нахуй, перекручиваем. Две секунды, ноль переделок, и у вас теперь приора 2 анатомический руль. Здесь нет никаких щелей, всё так же, как и было с заводским рулём, единственное, теперь, короче, придётся вот эти ручки поменять, поставить калиновский, приоровский, какие они там ставятся, потому что теперь очень далеко лезть, всё, включить поворотник, руль стал немножечко ближе ко мне. И даже после четырки могу сказать, что очень удобный руль, реально, и мне кажется, он даже сюда вписался. Единственное, у меня мусора здесь дохуя, валяются всякие бутылки, но это всё хуйня. Так, в целом, мне кажется, он сюда зашёл. Если хочешь себе такой же руль, ссылку на инстаграм и на ВК я оставлю в описании. Реально качественный, чёткий руль, и даже не воняет так, как они обычно воняют, китайская хуйня, этот чё-то не воняет. Так что хотите себе прибавить комфорта и вида в машине, смело заказывайте. Ещё раз повторюсь, ссылки на ВК, инстаграм в описании, шоуфавто, заказывайте смело. Ну вот, и сейчас чё? Чё сейчас скажут те, кто говорил, что я её убил, всё, была такая хорошая машина, но теперь я пиздец, ты долбоёб, разъебал машину. Где всё, целка, машина восстановлена. Единственное, что нужно сделать, это поменять вот этот ебучий поворотник, потому что я, короче, крыло когда снимал, сильно дёрнул. Ну здесь, в принципе, и была трещина. Поворотник просто поменяю отдельно. И всё, крыло мне покрасили. Естественно, той же самой краской в цвет всё попало, всё нормально. Шагрень, в принципе, похожа, смотрится аккуратно по зазорам. Вот здесь немножечко я большой зазор сделал, это попозже тоже исправлю. Так, по размерам крыло нормальное, кромка загнута, здесь ничего не помято, как было на том крыле. Всё идеально, всё восстановили, всё охуительно. Единственное, что я ещё не сделал, это вот этот катафот не восстановил, его надо разобрать, просушить, потому что тут вода идёт, он очень тёмный и очень некрасиво смотрится теперь. Вот эту хуйню мне тоже покрасили, всё обратно я уже приклеил, захуярил на герметик вот таким вот слоем, чтобы даже кто захотел снять, никогда на хуй не снял, не то, что не отлетело. Бампер как бы был у меня целый, он у меня просто отвалился, всё, я назад его поставил, захуярил его на 560 саморезов, чтобы никогда больше он не оторвался. И в принципе вот и всё, машина снова целка, вот такую уже и не стыдно разыгрывать. Так что нехуй на меня пиздеть, что я убиваю машины, блядь, всё, что я ломаю, я сразу же восстанавливаю. Но насчёт руля реально очень удобно, вот блядь без пиздежа, без того, что я там рекламу на этот руль делаю, реально очень удобный, очень красивый и он намного удобнее того, что был самаровский, потому что он удобнее хватается и у меня здесь, учитывая, что нет электроусилителя, я его намного легче кручу, потому что я намного удобнее его хватаю. Вот смотрите, вот я так раз без электроусилителя, вот так чик, пояку вот так взял, чик вот здесь повернул, как будто с электроусилителем. И на месте он тоже легче крутится, потому что он хватается и как-то вот, ну не знаю, блядь, может и самовнушение, может потому что видишь пироровский руль и сразу, кажется, представляется электроусилитель, хуй его знает, но мне очень удобно им рулить и мне кажется, он сюда вписался, то есть, ну, поменять бы ещё теперь приборку и мне кажется, будет красиво, блядь, пусть будут смешаны классические в салон двенашки и немножечко новшества, так сказать, пусть тоже будет, я думаю, это лишним не будет, но мне нравится, блядь, очень удобный руль, в Москву будет очень удобно ехать на автобезумие. А по поводу пиздобола из Ростова, который ставил мне двойные стёкла на Калину первый раз, я хотел вставить в конце ролика, но там слишком долго, это 30-40 минут, и не хотелось на своём канале вот такой уебанский след пиздоболов, короче, оставлять, поэтому ссылку на видос, где я рассказываю про пиздобола, я оставляю в описании, на другой канал выложу. Поэтому залетайте, смотрите и обязательно напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну а я с приоровским рулём, анатомическим, погнал, давайте увидимся в следующем видео, братцы, всем спасибо за просмотр, всех целую, обнимаю, пока. Братцы, уже не один раз я вам рассказывал про стратегию заработка на онлайн игре, и мне многие продолжают скидывать свои результаты, кто-то 5 тысяч заработал, кто-то 10, кто-то 15. Очень рад, что у всех всё получается и видос реально для вас полезный. А кто ещё не успел заработать, скорее залетайте на это видео, пока стратегия ещё работает. Прямо сейчас кликайте сюда и смотрите этот ролик до самого конца. Всем удачи, всем пока.